передаю слово нашим коллегам из санкт-петербурга пожалуйста спасибо большое елена владимировна за представление здравствуйте дорогие коллеги наверное представлюсь меня зовут татьяна юрьевна шумом маргарита сергеевна шлифту и сегодня наше выступление будет состоять из двух частей первая такая теоретическая часть небольшая которую проведу я и потом подключится маргарита сергеевна как симулированный пациентка в таком международном стандарте обучение этичной коммуникации мы вам покажем возможные модели коммуникации между врачом и пациентом продемонстрируемым и сейчас наверное мы начнем начнем с нашей презентации вот сегодняшняя наша тема называется простые инструменты для сложных разговоров медицины и расскажу немножечко кто мы мы представляем национальный медицинский исследовательский центр имени алмазова и внутри этого большого центра есть разные отделения и педиатрические перинатальные и взрослые и мы представляем отделение психолого-социального сопровождения материнства и детства который работает на двадцати восьми перинатальных и педиатрических отделениях центра алмазово состоит наше отделение из психологов самыми разными широкими компетенциями которые мы так гибко используем этой перинатальные психологи нейропсихолог наши специалисты могут взаимодействовать с пациентами в кризисных экстремальных ситуациях наши специалисты обладают компетенциями детских психологов и мы эти все свои компетенции используем еще раз повторюсь на всех двадцати восьми перинатальных и педиатрических отделениях центра вот такая у нас дружная команда также мы с маргарит сергеевны являемся членами международной ассоциации специалистов по общению медицине такой и ч и сегодня мы рассказываем об инструментах сложных разговорах и инструменты такие орудия труда которые помогают нам в любом деле инструментами в общении где бы то ни было являются навыки коммуникации такие тренируемые паттерны поведения и навыки общения в медицине во всем мире считается одной из основных компетенций врача важно понимать что когда мы рассматриваем взаимодействия врача и пациента существует три подхода в котором врач и пациент могут общаться врач центрированный подход пациент центрированный подход и центрированный на взаимодействии на партнерстве подход каждый из этих подходов имеет право на существование в различных ситуациях врач центрированный подход вполне себе обоснован в ситуациях срочной ургентной какой-то помощи когда некогда спрашивать мнение пациента его чувства его мысли относительно болезни пациент центрированный подход больше представлена в такой платной коммерческой медицине где большая заинтересованность возвращение привлечения пациентов и центрированный на взаимодействие партнера подход очень развит например в америке и имеет самые эффективные варианты взаимодействия когда в раках когда пациент разделяет ответственность за лечение и комплаентность обладает такой высокой устойчивой комплаентностью по отношению к лечению польза от эффективного общения вполне себе изучена разными научными исследованиями и доказано что эффективное общение повышает удовлетворенность как врача так и пациента и уменьшает конфликты между ними эффективное общение между врачом и пациентом способствует большему пониманию и запоминанию пациентами информации приверженности лечения и эффективное общение улучшает клинически значимые исходы является мостом между доказательной медицины и конкретным пациентом в своей работе мы исследуем такой кембриджской модели медицинской коммуникации где рассматриваются этапы коммуникации последовательные и сквозные и это уже инструмент один из самых простых который позволяет врачу отслеживать на какой на каком этапе он сейчас находится следить за временем следить за этим оценивать взаимодействие с пациентом и корректировать его и это самое взаимодействие управлять им это модель позволяет вспоминать вовремя не только тот этап на котором находится общение врача и пациента но и какие задачи стоят перед врачом на данном этапе например для на этапа начала консультации сбора информации задачей является установление первичного контакта определение причин обращения цели консультации на этапе разъяснения планирования важно определить какая именно информация нужна пациенту спросить его что вы именно хотите знать и тот объем информации который нужно предоставить дать эту информацию дать ее в таком виде чтобы облегчить понимание и запоминание пациентам этой информации и укрепить стремление пациента следовать принятым планам на этапе завершения коммуникации завершения общения важно подтвердить достижение договоренности о следующих этапах подвести итоги и свериться с пациентом эти этапы были такие последовательные они проходят через каждое взаимодействие врача и пациента а также есть сквозные этапы которые начинаются с первой встречи и заканчиваются в конце эти сквозные этапы называются структурирование и мы все время следим за тем как что мы хотим внести в консультацию и структурирование обеспечивает гибкую управляемую понятную пациенту консультацию структурирование позволяет эффективно использовать время консультации и такой сквозной от начала до конца встречи и общения с пациентом процесс этап он называется выстраивание отношений во время выстраивания отношений мы устанавливаем формируем и поддерживаем доверие пациента и взаимопонимание между врачом и пациентом а также вовлекаем пациента с целью наибольшей точности эффективности выполнения всех основных этапов сегодня мы как раз будем рассматривать этот сквозной процесс и рассмотрим какие простые инструменты наверно простые в кавычках потому что они легко только звучат иногда звучат очень банально но использование их дается очень тяжело российским врачам мы с вами потренируемся посмотрим почему и как и надо сказать что вот эта модель и эти инструменты которые мы вам предложим они универсальны они могут помогать не только во взаимодействии врача и пациента но и в нашей обычной жизни в нашей другой какой-то деятельности в общении там с близкими детьми и друзьями на улице с кем угодно и также это может помочь как во взрослой медицине так и в педиатрии поэтому те инструменты которые дает калгорикамическая модель медицинской консультации они являются универсальными надо сказать что врач и пациент к моменту консультации приходят с разными такими призмами через которые они видят смысл этой консультации врач приходит с такой моделью болезни пациент приходит со своим опытом болезни и врач рассматривает большей степени коммуникацию и консультацию с пациентом рассматривает симптомы выраженность распространение динамики рассматривает данные анализа медицинскую историю диагностику и дает какие-то рекомендации пациент же приходится своими мыслями представлениями тревогами и ожиданиями и вот в этой модели болезни опыт пациента происходит предъявление пациентам своих проблем идеи опасений чувств то есть своего понимания своего опыта этой болезни врачом собирается эта информация исследуется обе позиции эти позиции переплетаются интегрируются и происходит общее понимание и совместное принятие решения с точки зрения биомедицинской позиции с точки зрения пациента иногда эти это интеграция это взаимодействие быстро переходят к формату вопрос-ответ такому некому вербальному анкетированию пациента относительно симптомов очень часто происходит перебивание то есть врачи перебивают пациентов и было исследовано и доказано что среднее время после которого врачи перебивали пациентов составляет всего 18 секунд за это время только 20 процентов пациентов успевали завершить свою основную жалобу без перебивания надо сказать что вот этот процесс коммуникации врача и пациента вполне себе глубоко изучим и ученые делятся своими знаниями из них мы знаем что пациенты которых не перебивали в основном говорили 60 секунд и никто не продолжил более 150 секунд даже при подбатривании и что среднее время монолога пациента 92 секунды 78 процентов из если из различных исследований завершили свою свой монолог в течение двух минут и 7 из 30 и 335 пациентов говорили более 5 минут но врачи сошли сочли что это не было лишним и так мы сейчас переходим уже к тем самым простым в кавычках инструментом в сложных разговорах который может врач либо медсестра использовать свои клинической практике и одно из них называется так внимательное слушание где большую роль отводится молчанию то есть в ожиданию пауз это самый любимый мной наверное как психологом метод как который позволяет отреагировать пациенту свои эмоции высказать свои мысли на самом деле использование врачами этого метода довольно редкая и врачам проще рассказать какую-то большую лекцию относительно каких-то переживаний чем предложить время для того чтобы пациент эти переживания высказал еще одним из таких простых кавычках инструментов является нейтральное подбадривание это то когда врач говорит уху да конечно продолжайте понимает понимаю расскажите подробнее расскажите об этом вот это тоже тот инструмент который помогает врачу продемонстрировать свое уважение внимание и помогает пациенту раскрыться и рассказать о всех своих симптомах и проблемах следующим таким инструментом является невербальное общение зрительный контакт и невербальное общение нам в обыденной жизни и в коммуникации между врачом пациентом предоставляет 80 процентов всей информации которую мы получаем и также немаловажно не только следить за своими невербальными проявлениями врачу но также наблюдать за вербальными и невербальными сигналами пациента также эта тема была изучена и исследования говорят что только 21 процент в 21 процентом случаев врачи отказывались на сигналы об эмоциях пациентов и консультации в которых были сигналы и врачи на них отзывались были как ни странно короче чем тех которых не отзывались пациенты редко высказывают вслух свои эмоции как же можно наблюдать эти самые сигналы пациентов и как же их можно улавливать прежде всего еще раз повторюсь это наш любимый метод это молчание так потому что когда мы молчим мы слушаем и наблюдаем когда же мы говорим мы не можем воспринимать ту информацию которую до нас пытаются донести такими деликатными методами как изменение позиции корпуса или жестикуляции или может быть даже выражение лица мы можем отражать сигналы пациентов и спрашивать что это вас расстроило это было нелегко и получать на них на эти вопросы как конкретные ответы мы можем задавать открытые вопросы и спрашивать вы упомянули там о чем-то и можете рассказать подробнее еще одним из таких довольно простых условно простых потому что использовать эти навыки осознанно бывает по вначале довольно непросто потому что ломается вся система понимания как должен себя врач с пациентом вести так вот одним тоже из таких простых навыков является принятие мыслей реакции эмоций пациентов как же мы можем это сделать врач может просто говорить такие фразы вы боитесь например что стероиды могут повлиять на ваш вес вам тревожно что-то нарушение стула могут пойти за рака просто повторяя слова пациента вам пришлось ждать дольше чем вы рассчитывали после таких вопросов после таких отражений обязательно делать паузу чтобы дать возможность пациенту отреагировать надо сказать что очень часто когда мы говорим об этом врачи сопротивляются и говорят ну как же так то есть я должен соглашаться со всем что мне говорят так вот принятие эмоции чувств переживания пациента это не значит согласие с ними если вы говорите я понимаю что вы так считаете это не значит что вы говорите я согласен с вами принятие дает основу для доверия обязательно для эффективного успокоения утешения предложения помнить помощи и снижает вероятность конфликта так как же мы можем проявить это самое принятие эмоций чувств переживаний пациента первое что с чего следует начать это внимательно и безоценочно слушать не перенося на пациента какие-то свои оценочные шкалы что такое хорошо что такое плохо и каким должен быть насколько удобным должен быть пациент или не должен быть также можно продолжить принимающим высказыванием назвать мысль и позицию пациента и показать что вы ее понимаете или пытаетесь понять или видите как возникает это мнение или видите логику в нем встать немножечко на позицию рядом с пациентом обязательно делать паузы и наблюдать за реакции пациента продолжает ли он отстаивать свое мнение признает ли свои сомнения либо проявляет заинтересованность мнение врача первое с чего надо начать это внимательно безоценочно слушать и говорить что вы понимаете потом снова и снова так можно повторить несколько раз если мы используем этот условно простой метод условно простой инструмент это уменьшает вероятность конфликтов и облегчает взаимопонимание в случаях когда есть различия во взглядах пациенты ощущавшие признание врачом их проблем чувствовали себя более обнадежными говорят исследования следующий навык которые уже наверное у всех на слуху и может быть даже надоело является таким заезженным это проявление эмпатии и здесь самое важное о чем надо помнить что что он такой двухкомпонентный первое это действительно переживание сочувствия и понимание того что чувствует другой человек а второе выражение этого понимания выражение своих эмоций и чувств по отношению к этому как же мы можем выражать эмпатию мы можем называть чувства пациента вы в отчаянии я вижу что вы в шоке опять-таки вы можете выражать понимание я могу понять почему допустим нас обвиняете я понимаю как ужасно для вас это слышать я даже не представляю какой-то шок нормализовать чувства и идеи пациентов любой злился на любой бы злился на вашем месте это нормально в такой ситуации и также эмпатию можно выразить поддержки словами или в заботе словах мы можем выразить свое желание помочь я очень хочу помочь что я могу для вас делать когда это уместно мы можем похвалить пациента хорошо что вы рассказали вы вовремя обратились врачу очень сложно но я не то чтобы повсеместно призывают но предлагаю попробовать такой метод как выражение своих собственных чувств когда вам действительно жаль вы можете об этом сказать и вы можете сказать мне очень жаль мне очень трудно говорить вам это на самом деле это очень поддерживает наших пациентов и конечно проявление заботы наличие воды предупредить о том что сложных ситуациях и при сообщении плохих новостей состояние изменяется нельзя садиться за руль предложить вызвать такси и еще один из инструментов таких условно простых это предложение своих мыслей аргументов на самом деле врачи пользуются им повсеместно только без одного маленького компонента хвостика паузы когда мы не просто начинаем монолог и объясняем какую-то ситуацию а когда мы предлагаем пациенту после того как мы его выслушали предлагаем выслушать и наше мнение тоже ты может выражаться в таких фразах я думаю есть много аспектов этой проблемы которые можно было бы обсудить и обязательно после этого использовать паузу либо я хотел бы добавить кое-что к вашим рассуждениям и использовать паузу я могу сказать рассказать если вы хотите и использовать паузу действительно повышает заинтересованность и позволяет врачу быть более услышатым услышанным и понятым пациентом и так мы возвращаемся к нашей наверное модели к алгоритом модели медицинской коммуникации нашему замечательному этапу сквозному процессу всей и всего взаимодействия врача и пациента это этап выстраивание отношений который начинается от начала длится до конца консультации и у этого этапа есть основные две задачи это установление доверия установление и поддержание доверия и взаимопонимание между врачом и пациентом и вовлечение пациента с целью наибольшей точности и эффективности выполнения всех основных этапов вовлечения пациента принятия решений и в дальнейшее лечение и сейчас мы сейчас мы сейчас мы продолжим вторую часть нашей нашего доклада и нам присоединится маргарита сергеевна надо сказать что это еще один мы вам покажем еще один инструмент который можно использовать в развитии своих коммуникативных навыков и этот инструмент называется тренировка и золотым стандартом тренировки коммуникативных навыков медицине является использование симулированного пациента об обычной жизни в обычной своей клинической практике воздействие на пациента своих каких-то методов и инструментов мы узнаем только в крайних ситуациях в ситуациях жалоб и ситуациях благодарности во всех остальных мы не знаем до конца что же было полезным для пациента в коммуникации а что же было не очень полезно и вот общение и тренировка с симулированным пациентом позволяет на самом деле узнать что же чувствует пациент при применении этих самых навыков о которых мы вам говорили либо еще каких-либо других и и сегодня маргарита сергеевна нам позволит увидеть как же можно с симулированным пациентом общаться мы вам покажем одну ситуацию расскажу сейчас сценарий этой ситуации на самом деле нет она не очень даже и важно что там такое мелочах и в тонкостях происходит просто мы хотели вам показать ситуацию работы врача на этапе выстраивания отношений с пациенткой при ситуации возражений пациентке и то как она высказывает свое мнение как с ними работать это встречает врачи какие угодно что врачи любой специализации на любом этапе своей работы и в педиатрии пиринтологии и в любой другой части медицины и сегодня мы рассмотрим ситуацию когда у нас есть пациентка как вас зовут сегодня к самому оксана андреевна сколько лет мне не 46 46 у пациентки онкология надо сказать что уже проведены исследования уже проведены оперативное вмешательство прогнозы неблагоприятные и оформлен палеоативный статус пациентки необходима химиотерапия пациентка информирована диагнозе стадии заболевания прогнозах приняла уже эту информацию согласно провести лечение единственная проблема с которой столкнулись вот врач пациентка что лечение нужно провести в другом месте и пациентка с этим не согласна возражает пациентка хочет остаться в этой больнице и приходит к лечащему врачу и слезно просит нет пожалуйста я хочу только у вас задача который стоит перед врачом врача буду показывать я врачу нужно направить пациентку в другое медицинское учреждение и для прохождения противоопухоли противоопухоли в лекарстве лекарственной терапии мы на самом деле не можем узнать что вы сейчас думаете у нас нет такого интерактивного контакта со зрителями и нам хотелось бы вашего активного участия в этом процессе поэтому если возможность возьмите пожалуйста сейчас листочек бумаги ручку и пожалуйста отмечайте сильные и слабые стороны какие методы использовал врач чтобы понять и помочь пациентке будет интересно сравнить что увидели мы что увидели вы и что хотели показать мы ну хорошо что же обычно происходит таких ситуациях мотор но почему же не у вас почему же я не могу у вас-то лечение проходить мне бы конечно хотелось бы тут ну согласно приказу департамента здравоохранения все пациенты обязаны получать противоопухолевую лекарственную терапию по месту жительства по месту жительства но смотрите я же петербурженка я всю жизнь петербурге живу а у вас больница такая большая такая хорошая районный диспансер нет я уж лучше тут по возможности татьяна сергеевна оксана андреевна что вас не беспокоит ой да нет что вы в наши я в наш диспансер даже не пойду нет нет я бы тут ну по возможности пожалуйста может у вас какой-нибудь негативный опыт был слушайте но да у меня у меня соседка дружим много лет со школы уже вы знаете вот она болела когда есть не туда ходила там же жуть просто вот просто же нет я туда не на огонь нет я уже лучше тут по возможности у вас ну я прекрасно понимаю ваши переживания на самом деле сейчас диспансеры на таком же уровне проводят лечение как и в нашей больнице я думаю там смогут позаботиться о вас что вы думаете датьяна сергеевна миленькая но я же уже тут я вошла уже нет давайте я здесь останусь а у нас есть объективные причины почему мы не можем продолжить лечение здесь мы вам не отказываем лечение но получать его вы сможете только по месту жительства нет ну пожалуйста ну вот я прям очень стоп что же чувствует врач вот при такой коммуникации врач чувствует что он участвует в каком-то торге он чувствует давление со стороны пациентки и естественным образом хочет помочь но не может старается поддержать пациентку и как при этом чувствует себя пациентка расскажите пожалуйста аксану знаете мне вот я услышала что мне у меня что очень тревожно мне же предлагают уехать в диспансер районный я туда ехать совсем не хочу у меня столько тревоги и вообще во мне вообще одна мысль только прямо на пульсирует я хочу остаться в этой больнице вот не хочу я никуда уезжать я чувствую что доктор такой внимательный поэтому у меня есть вот это все-таки желание попросить еще мне кажется что может все таки вот еще чуть-чуть и доктор согласиться ясно почему же так происходит потому что у врача возникает естественное желание побыстрее успокоить потому что действительно очень тяжело встречаться с такими негативными эмоциями пациентки и врач на самом деле чувствует что вот вот еще чуть-чуть пациентка уже начнет рыдать и перейдет и перейдет к другим методам своим достижения своей цели врач слышит я хотела бы у вас ищет этому объяснение понимает пациентку и пытается объяснить с медицинской точки зрения почему нет не следует бояться как там было когда врач начал начал объяснять вообще-то на самом деле я же услышала я услышала что мне надо ехать в диспансер и все и больше я ничего не слышу потому что я переживаю как я туда поеду я вспоминают несчастную свою подружку соседку вспоминаю все что там у меня было в этом диспансере и теперь это должно еще меня коснуться не слышу ничего слышу потом в конце какой-то вопрос что думаете так я и говорю что я думаю я же ваша уже тут вот и останусь спасибо на самом деле с точки зрения вот применение тех самых простые в кавычках методов которых мы говорили врач объединил в одно предложение принятия ситуации я прекрасно понимаю ваши переживания свою позицию сейчас уровень диспансера по месту жительства не уступает нашей боль больнице и там о вас будут заботиться и сверху еще вопрос задал что вы думаете и без таких любимых мною лично пауз которые можно вполне себе разбить эти три метода и получить немножечко другой результат и так что же можно сделать первое это делать паузы дать возможность пациенту услышать осознать и переварить информацию второе дать обратную связь пациенту на все предъявляемые тревоги то есть вербально показать что я слышу вас я слышу о ваших тревогах и я слышу что вы хотите у нас остаться и можно пользоваться схемой принятия я вас понимаю пауза эмпатия вам было бы спокойнее остаться у нас пауза и дать после только после этого дать свои аргументы предложить пациентки их услышать у меня есть мысли на этот счет и опять-таки пауза ну можно попробовать сейчас да но то есть получается что доктор рассказал все делал правильно за исключение практически да вот этих пауз он пользовался инструментами да ну что же можно попробовать сейчас использовать те инструменты которые мы вам предложили все и какая же у нас задача стоит на этом этапе выстраивание взаимоотношений установление доверие и взаимопонимание между врачом и пациентом и вовлечение пациента таким образом диалог может выглядеть подобно вот этому мотор оксана андреевна вы говорите может быть вас какой-нибудь негативный опыт был татьяна сергеевна я как страшный снег вспоминаю понимаете у меня вот соседка мы уже дружим сколько лет и вот она болела когда вместе с ней ходила в этот диспансер между прочим в него я как вспомню нет это вообще ужасно нет я туда не ногой а ваша больница вот все же на самое хорошее так что вот я уж тут тем более я же ваша уже я понимаю вот знаете вот от всего там от того как заходишь туда как разговаривают как в этих очередях сидеть господи сколько там народу а коридор там какие узкие ой и вообще вы знаете там прям вот как с порога заходишь там прям могильным холодом нет я уж лучше здесь по возможности татьяна сергеевна непростые у вас воспоминания нет понимаете главное я живу тут уже я же ваша уже и следовали меня тут и диагноз тут поставили понимаете и операция здесь была вообще у нас уже столько с вами всего было а тут ехать в какой-то диспансер я понимаю что вам было бы спокойнее остаться у нас да именно знаете мне бы спокойнее было понимаете я же вот я же думала что вы же у меня уже приняли ну у меня же раз так как-то получилось вот тут начать может есть возможность какая-то ну может в виде исключения тут ну продолжить это все да я бы рада ну это не от меня зависит не от вас зависит ну а почему же ну у нас есть приказ вот согласно приказу департамента здравоохранения пациенты могут получать лечение только по месту жительства в своих диспансерах в этой ситуации я никак не могу повлиять ох ну эти районные диспансеры они же ни в какое сравнение с вашей больницей то не идут тут же и отношения ну совсем другое понимаете ну и доверие такое вот у меня к вам а там же просто ужасно вам кажется что там будет ужасно да а что есть какие-то другие мысли что ли ну у меня есть мнение на этот счет да какой я бы послушала его дело в том что мы много взаимодействуем с районными диспансерами и обучение вместе проходит на конференциях участвуем вместе и сейчас лечение в районных диспансерах не уступает по качеству чем у нас и в том числе по отношению к пациентам то что вот вас волнует сейчас очень да слушайте а тут то совсем никакого возможности нет остаться ну может ради исключения к сожалению нет мотор ой стоп ну что как же чувствует себя врач врач врачу очень сложно делать паузы и хочется успокоить и заговорить пациентку почему же это так потому что врачу кажется что когда мы делаем паузы врач ничего не делает а на самом деле он делает огромную работу и спросим у нашей пациентки что же она чувствует при этом ну вот когда врач молчит это дает мне возможность чего-то такое как-то вот получше понять получше осознать и как-то эмоции то они так подоседают даже появляется возможность какие-то моменты ну слушать то есть как вы себя чувствуете при этом вы знаете я вот во-первых я чувствую что врач все-таки со мной я понимаю что вот я прям чувствую что доктор внимательный ко мне что он меня сочувствует когда вот врач попадает вот как раз в то что я здесь хочу остаться да вот вы там сказали ну что мне было бы спокойнее остаться я прям совсем точно понимаю что врач мне поднимает он видит моими глазами ситуацию и это знаете так доверие как-то еще больше укрепляется вот мне уже не только к больнице ну прям вот прям к врачу к самому и потом когда так слушаете внимательно вот у меня как-то возникает даже желание и вас послушать и знаете наверное вот вот в момент когда вот этот мы закончили а вот следующей фразе я сказала бы наверное что ну раз вариантов нету то я наверное как мне изначально кажется то есть казалось бы использование таких простых инструментов как внимательное слушание и паузы поддерживает доверие к врачу и укрепляет взаимопонимание врача и пациентка обратите внимание то что вторая демонстрация наша она была вторая волна эмоций она была короче первой и пациентка готова была слышать практически сразу и надо сказать что мы использовали всего всего три навыка из огромного количества их всего описано более более семидесяти навыков коммуникации которые мы можем применять и мы использовали всего три это паузы такие любимые нами и вербальное выражение принятия я понимаю и вербальное выражение эмпатии я вижу что вы чувствуете я сочувствую очень жаль и в результате пациентка оказалась готова выслушать и услышать аргументы врача даже согласилась даже согласилась за кадром вот наверное на этом мы завершим наш такой доклад интерактивный между собой и спасибо большое за приглашение очень рады всегда участвовать и поделиться своим опытом и своими знаниями и и и и и и и и